...опер Вагнера. Легенда о рыцаре Святого Грааля предстанет в совместной постановке с Метрополентом опера. Сейчас идут репетиции в усеченном составе и на сцене, о существовании которой публика даже не догадывается. Обычно этот процесс скрыт от посторонних глаз, но нашему корреспонденту Юлии Богоманшиной удалось увидеть, как создается музыкальный шедевр. В Большом театре музыка Вагнера, придуманный им герои и сказочный сюжет, и вопросы, на которые приходится отвечать не только в сказках. Что может случиться, если не доверять любимому человеку? И насколько он вправе требовать этого безоговорочного доверия? Герцогиню Эльзу обвиняют в убийстве брата и желании захватить власть. От клеветы ее спасает появившийся Луенгрин. Рыцарь Грааля, волшебник. Он готов жениться на Эльзе и остаться с ней, но только при одном условии. Она никогда не спросит, кто он и откуда. Эльза моя любимая героиня. Я достаточно часто ее исполняю. Она воплощение чистоты и доброты. И всегда мы пытаемся понять, почему? Почему она задает этот роковой вопрос Луенгрину? Почему она не может молчать? Мой герой явился из сказки. Он требует от Эльзы фактически невозможного. И я сам, поскольку я вырос в церкви, где все проникнуто верой, я прекрасно это понимаю. Но если ты входишь в реальный мир, начинаешь отношения с людьми, ты должен идти на компромиссы. А мой герой компромиссов не приемлет. Это совместная постановка с Метрополитен Опера. И в Большом театре сейчас работает мощная международная команда. Канадский режиссер Франсуа Жерар с музыкой Вагнера не расстается уже несколько лет. Ставил и его Зигфрида, и Парсифаля, и летучего голландца. Когда мне предлагается какая-то работа, она обычно занимает 6-7 лет, и я соглашаюсь на нее, то получается, что я как будто бы покупаю квартиру, в которой буду жить долгое время. И очень важно, какая музыка звучит в этой квартире, в моей жизни. Она должна нравиться. И с Вагнером это именно так. Дирижер постановки Эван Роджестер в Большом театре уже работал 4 года назад, ставил богему. На этот раз в подготовку к спектаклю вмешалась пандемия. И в этом были даже положительные моменты. Пандемия способствовала нам с Жераром в работе. Во время изоляции было много времени подумать о Вагнере и обсудить все детали. Так что это не тот случай, когда режиссер и дирижер встречаются на первой репетиции. Опера Лоен Грин обещает грандиозное зрелище. Будут видеопроекции, световые спецэффекты, 200 человек на сцене, 100 музыкантов. Все должны стать единым целым. Пока, правда, репетируют минимальным составом, соблюдая все правила безопасности. На подготовку, как правило, дается 7 недель. И вот уже половину этого срока мы проводим в этом пространстве. Это верхняя сцена Большого театра. Она практически копия исторической. Впрочем, репетиции на исторической сцене начнут совсем скоро. Премьера 24 февраля. А потом Лоен Грина увидят и в Метрополитен-опере. Юлия Богомашна, Тимофей Проймин, ТВ-центр.